Здравствуйте, уважаемые зрители! Несколько выпусков я посвящу МГ-активности ягодичных мышц. Сегодня мы рассмотрим эксперимент Бретта Контрейроса и его команды по активации ягодичных мышц в двух видах упражнений. Либо приседания со штангой на спине, либо так называемый ягодичный мостик, который сейчас вы можете увидеть на экране. В эксперименте принимало 13 молодых женщин. Средний возраст 28 лет. С достаточно большим стажем занятий. Средний стаж занятий был 7 лет. Соответственно, в своей программе они периодически выполняли эти два вида упражнений. Для того, чтобы измерить МГ-активность мышцы, соответственно, были расположены электроды. На верхней и нижних частях большой ягодичной мышцы, на заднем бицепсе бедра и на латеральной мышце бедра. Потом они случайным образом выполняли то или иное упражнение, записывалась МГ-активность. Вес был выбран в 10 повторений до отказа. Но по предположению испытуемого. То есть, я предполагаю, что с данным весом я выполнил 10 повторений до отказа. Вот такой вот вес использовался в этом упражнении. После чего 10 минут они отдыхали. И потом уже с этим же весом в этих же упражнениях выполняли изометрическое удержание. Для приседания это, соответственно, нижняя часть амплитуды. А для ягодичного мостика это крайняя фаза сокращения. Каковы же результаты данного эксперимента? Исследователи обнаружили то, что МГ-активность как изометрического удержания, так и обычного сокращения, ее пик или среднее значение были больше в группе, которая делала ягодичный мостик большой ягодичной мышцы в заднем бицепсе бедра. А вот в латеральной мышце бедра не было статистической разницы. Что интересно, казалось бы, приседания, которые являются, скажем так, основным движением для квадрицепса в данном эксперименте почему-то не показало преимущества активации латеральной мышцы бедра по сравнению с ягодичным мостиком. О чем нам говорит МГ-активность? Если по-простому, МГ-активность это активность мышц, которая возникает в ответ на сигналы от нервной системы. Там достаточно много может быть всяких процессов, поэтому в детали я сейчас не буду вдаваться. Но можно сказать так, то что и предположить, то что если в каком-то упражнении больше МГ-активность, соответственно, вероятнее всего, то что это упражнение будет лучше развивать и силу, и гипертрофию данной мышцы. Хотя на сегодняшний день четкой корреляцией между МГ-активностью и, например, гипертрофией не выявлено. Но тем не менее, то есть гипотеза такая существует. Что нам дает это для практического применения? То есть в принципе, если вы хотите развить больше ягодичную мышцу, лучше стоит сосредоточиться на выполнении ягодичного мостика, чем на приседаниях. Спасибо за внимание!